МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинских врачей допустили к Савченко. Насколько стабильное ее состояние? Суицид или умышленное убийство? В Одессе погиб районный прокурор. День красного носа в Британии. Насколько англичане могут быть щедрыми? Найти кредитку в Большом Яблоке. Кто вернул деньги Тому Хэнксу? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти не стреляют, и людям бы радоваться, но они боятся. А вдруг начнется? И тогда снова разрушенные дома и жизнь в подвалах. Городок, разделенный на двое линии фронта. Марьенко в Донецкой области. Ирина Баглай видела, как там сейчас пытаются жить люди. Вообще никому не верю. Нету ни перемирия, ничего нету. Ну сейчас же тихо. Долго? Я вот не могу даже туда пройти. Там и сестра, и брат живет. Окраина Марьинки разделена украинским блокпостом. Дальше уже позиции боевиков. А чуть в сторону их база за терриконами. Свою технику они поховали у шахты. Их техника в шахтах. Они думают, что мы не знаем, но мы знаем. И люди там же накапливаются. О планах боевиков атаковать, видимо, наслышаны и местные. У большинства в самом Донецке и пригородах – роднях. Уже месяц здесь тихо. Но люди на краю села защитные конструкции с домов снимать не спешат. А самих боевиков можно и на контролируемой украинской армии территории встретить. Правда, без оружия. С украинским паспортом и марьинской пропиской им тут зеленый свет. Доказать, что воюет на стороне террористов тяжело, но удается, говорят бойцы батальона «Киев-1». Они здесь в помощь местным милиционерам. Когда тут были ДНРовцы, они работали вместе с ними. Пришли украинцы, они работали вместе с ними. А так, как они не очень активны и работать не хотят, они просто в подвалах закрываются на ночь. Вам доводится, да? Ну да. А вот подальше от передовой Марьинка ожила. Работают магазины в единственной открытой аптеке лекарства первой необходимости. Если препарат зарегистрирован в Украине, то заводится без разницы. Просто нас, конечно, блокпост иногда не пропускают. Вот так стараемся, конечно, обеспечивать. Если человек заберет этот препарат, да, стоящий там свыше тысячи, то это все только за деньги. Вот воду везут, не довезли. Вот четвертую неделю. Опять на начало улицы привезли, а сейчас ее там наливают. Больше, сказали, солярки нету, опять на конец улицы. Из восстановленного здесь только электричество. Воды и газа нет. Но главное – нет работы. Везет тем, у кого есть в семье пенсионеры. Остальные денег не видели уже полгода. Шахта, молокозавод, хлебозавод, школа-интернат, госпиталь, комбикормовый, РЭС. Ничего нету. Не работают? Нету работы. Вот я не работаю, сын не работает, и бабушка. Вот с гуманитаркой. В Маринку люди постепенно возвращаются. Кто-то, чтобы подлатать разбитые дома, кто-то, чтобы проверить, не разграбили ли мародеры. Но как только вечер, город снова вымирает. Хоть и комендантского часа нет. Ирина Баглая, Владлен 0, Василий Сачук. Подробности – телеканал Интер. Какая в общем сегодня ситуация на Донбассе? Стреляют ли? В зоне на АТО находится еще одна моя коллега, Эльвина Сейдбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй, расскажи, что ты видела сегодня? Наташа, вот российские боевики в Донецкой области ночью несколько раз обстреляли позиции наших военных. Из артиллерии вели огонь по Авдеевке, а из гранатомета по поселку Пески диверсанты пытаются проникнуть на территорию, которую контролирует наша армия, чтобы дестабилизировать ситуацию. Фиксуется концентрация военной техники и военной силы Российской Федерации поблизости российско-украинского государственного кордона. После обеда противник два разы обстрелял наши позиции именно в районе Донецкого аэропорта. В Мариупольском направлении по-прежнему горячая точка. Это Широкино. Поселок обстреливали с тяжелого вооружения. Применили и 120-мм минометы, которые должны были отвезти, согласно минским договоренностям. С передовой бои практически не утихают. Но еще сегодня была яркая акция. В Мариуполе ради мира в Украине люди выстроились в живую цепь в центре города с украинской символикой, с плакатами в руках. Обратились к агрессору на нескольких языках с требованием прекратить войну против нашей страны, вывести свои войска, не финансировать боеприпасами боевиков, так называемых ДНР и ЛНР. Многие пришли целыми семьями. Мариуполь это Украина, чтобы у нас не было ни ДНР, ни Новороссии. Мы хотим жить в Украине. И мы воюем за наш город таким способом. Никогда не допустим, чтобы в Мариуполь вошли российские танки, и чтобы с сапогами своими вонючими топтали нашу землю. Но что касается Луганской области, там тоже боевики не соблюдают режим тишины. Нашим бойцам пришлось открыть ответный огонь в окрестностях Рымского, а в станице Луганской время от времени слышны отдаленные взрывы. Такая вот ситуация сейчас здесь, Наташа. Спасибо, Эля. Ильвина Сегбулаева, ситуация в зоне АТО и в Мариуполе. Несмотря на относительное затишье, на фронте нужно строить оборонительные сооружения и проводить мобилизацию, об этом сегодня говорил президент с губернаторами и руководителями силовых ведомств. Все области должны приобщиться к созданию мощной линии обороны с учетом боевого опыта участников АТО. Петр Порошенко также поручил губернаторам полностью обеспечить реабилитацию бойцов, которые возвращаются с Донбасса. Украина выполняет свои обязательства по поводу отвода тяжелых вооружений, сказал президент, но это не значит, что Киев тешит себя иллюзиями, мол, угроза со стороны России виновала. Кардинально перероблена тактика наших оборонных действий, значительно посилена противотанковая спроможность наших частей, которые находятся на переднем окраине, разработаны планы быстрого высушения в случае значения режима прекращения огня и наступальных действий противника. Что видят, о чем говорят жители оккупированных террористами городов? Чтобы узнать об этом, мы каждый день дозваниваемся в Донецк и Луганск. И вот, что нам рассказали люди сегодня. Давайте послушаем. Вроде как тихо, спокойно относительно, но все очень странно, и все на пределе. В Донецке появился, в одной из кулинарий появился ценник там и в рублях, и в гривнах. Начали появляться республиканские банки. Это ДНР. Людей в магазинах, в аптеках маловато, очень все дорого. Радует, что в конце концов разревают, вот очень недовольство по поводу ДНР. Вот это я слышу, что все местно. В транспорте уже вот по-другому говорят. И ругают этот ДНР направо-налево. Полуголодные пенсионеры, которые ходят по улицам, где денег просят, платки какие-то, валенки продают члены правительства. Дружба, рестораны. В этом исключительно россияне. Начиная от концертов, заканчивая ночью, и проститутки приезжают. В одном из кабаков чеченцы поссорились с оплаченцами. И после того, как оплаченцев выкинули из кабака, они через час или два приехали, кинули гранаты в это заведение. В беспределах. Украинские врачи все же смогли попасть сегодня к Надежде Савченко. И два часа назад они покинули следственный изолятор. Провели с ней почти три часа. Нам удалось связаться с Натальей Харченко, врачом, которая осматривала Надежду. Она профессор, главный внештатный специалист украинского Минздрава по специальности гастроэнтерология. И вот, что она нам рассказала. К счастью, состояние Наде на сегодняшний день удовлетворительное. Она понемногу принимает пищу. У нас были вопросы к ритму приема пищи, к правилам выведения ее из голода. Эти вопросы удалось согласовать с врачами. Были некоторые нюансы, с которыми они согласились. Держится она молодцом. Очень такой мужественный, сильный человек. Их снова задержали Леонида Кузьмина и Александра Кравченко, участников шевченковского митинга в Симферополе. Сегодня в парке, когда они давали интервью польскому телеканалу «Полсад Плюс», их задержали местные самообороновцы. В участок заодно отвезли и польского журналиста Томаша Кулаковского. Самообороновцам не понравилось, что один из активистов снова одел вышиванку и принес сине-желтую ленту. Именно за украинскую символику на шевченковском митинге суд в Симферополе позавчера приговорил их к 40 часам исправительных работ. Польского журналиста после проверки документов отпустили, а вот крымских украинцев нет. С полицией нас вежливо также пригласили в Центр противодействия экстремизму и терроризму, где нам вручили предупреждение о недопустимости экстремизма. В Центре противодействия экстремизму, что я выглядяю как клоун, и чтобы я так больше не выглядал. У меня проблем нет, потому что я уеду, я могу вернуться. А люди, которые здесь остаются, которые чувствуют себя украинцами, которые хотят жить нормально, гордиться своей культурой, своим флагом, у них сложная обстановка, я сочувствую. В неловкую ситуацию попал американский государственный департамент. Дипломатам пришлось комментировать слова отставного генерала армии США о войне на востоке Украины. Что сказал бывший военный, почему госдеп против? Подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Телеканал Fox News в последнее время довольно часто попадает в самый центр скандала. То лепнут в эфире что-то уж совсем российское отношение протестующих Фергюсона, то Обаму ругают, ну практически в стиле российской пропаганды. Fox News традиционно любимая СМИ республиканцев. Это их рупор. Но на сей раз слова приглашенного эксперта коснулись ситуации в Украине. Необычный способ решения конфликта предложил в эфире телеканала отставной генерал армии США Роберт Скейлс. Единственный вариант, при котором США могут достичь хоть какого-то эффекта в этом регионе, убивать русских. Столько русских, чтобы даже путинские СМИ не смогли промолчать о том, что их солдаты возвращаются обратно на родину в цинковых гробах. Ну, высказыванием этим моментально заинтересовался российский следственный комитет. Возбудил против него уголовное дело. Конечно, вряд ли для Скейлса оно будет иметь какие-либо реальные последствия. А вот официальному представителю госдепа США Джен Псаки на брифинге для прессы пришлось даже комментировать слова военного и говорить, что эта речь ни в коем случае никак не согласуется с позицией официального Белого дома и Вашингтона. Мол, Скейлс отставник и выражает исключительно свои мысли. Вообще, в последнее время Америка, похоже, отложила на неопределенное время все разговоры о предоставлении Украине летального оружия. В таком случае воинственные и довольно агрессивные призывы от самого генерала действительно далеки от официальной риторики Вашингтона. Меньше недели осталось до парламентских выборов в Израиле, которые определяют судьбу страны на ближайшие годы. Какие там расклады, кто хочет стать премьером и что обещают своим избирателям местные политики? Подробнее Сергей Аустендер из Иерусалима. 26 партий объединений участвуют в выборах. Среди них есть и весьма экзотические. Например, «Зеленый лист» добивается легализации марихуаны, игорного бизнеса и проституции. Или партия «Пираты». Эти борются против засилия, по их мнению, авторского права и за свободный обмен информацией. Но большинство мелких объединений вряд ли преодолеют проходной барьер. Израильская политическая система – это маятник, который качается то вправо, то влево. Если объяснять вкратце, то правые – за усиление роли государства и категорически против каких-либо уступок арабам. А левые, соответственно, за мир во всем мире и за создание палестинского государства. Поэтому главная интрига нынешних выборов заключается в том, качнется ли маятник влево или останется в крайнем правом положении, в котором он находился последние шесть лет. Левые на выборах объединились в общий список, который назвали «Сионистский лагерь». Его руководитель Цхак Герцог, известный политик и глава парламентской оппозиции. Платформа – немедленное возобновление переговоров с палестинцами и восстановление добрых отношений со всем миром, а также решение жилищной проблемы в Израиле. Я не собираюсь избегать никаких вопросов, как Хабибе Нетаньяху, который и так не объяснил, что он делал все эти шесть лет и как довел рынок до того, что стоимость жилья выросла на 80%. Правые раздроблены. Это Ликут, партия власти во главе с нынешним премьером Нетаньяху, политсила «Наш дом Израиль», в которой много русских политиков, которую возглавляет министр иностранных дел Эвиктор Либерман и еврейский дом во главе с Нафтали Бенетом. В итоге сложилась классическая предвыборная ситуация, когда партии примерно одного толка буквально растаскивают друг у друга голоса, лишая себя шанса на победу. Платформы у правых схожие, кругом враги, нужна сильная власть, и только допусти левых, они вмиг раздадут все государство по кусочкам. Главный козырь у правых – иранская угроза. Ядерное оружие в руках нынешнего иранского режима – это просто катастрофа, в первую очередь угроза для Израиля, а впоследствии для практически всего мира. И в настоящий момент намечается, к сожалению, соглашение, которое в ближайшем будущем приведет к тому, что в руках у Ирана будет ядерное оружие. Вряд ли 17 марта жизнь в стране пойдет по какому-то другому сценарию. В конце концов, все эти правые и левые учились в одних школах и вузах, служили в одной армии, работали в одних компаниях и министерствах. Кто бы из них не пришел к власти, он по сложившейся исторической традиции до конца каденции вряд ли досидит. А там посмотрим, куда качнется политический маятник. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Семь человек погибли в результате катастрофы военного вертолета под Белградом. Ми-17 перевозил новорожденного младенца и двоих врачей в белградскую клинику. Дорога была заблокирована из-за оползня. На борту также находились четыре члена экипажа. Причиной катастрофы мог стать густой туман. Правительство Сербии в связи с трагедией уже провело экстренное заседание. Память погибших политики почтили минутой молчания. В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб старший прокурор Малиновской райпрокуратуры. 32-летний Сергей Мельничук разбился насмерть, выпав с восьмого этажа. Это произошло около пяти часов утра. Незадолго до этого жильцы многоэтажки вызвали милицию. Сообщили, что в одной из квартир громкая ссора и, возможно, даже драка. Прокурор разбился, пока милиционеры ехали на вызов. Квартира из окна, который выпал Мельничук, принадлежит его знакомым. Сейчас следствие устанавливает, кто последний общался с погибшим. И пока никаких деталей не разглашают. Добавлю, что Мельничук на прокурорской должности не был замечен в каких-либо скандалах. На этом месте он служил почти три года. Что же произошло? Самоубийство, несчастный случай или убийство? И в прокуратуре, и в милиции пока усматривают в произошедшем признаки умышленного убийства. Беспредел на трассе, и только чудом никто не погиб. А теперь одному из пяти нападавших светит пожизненное. Что произошло и кто это устроил? Лидия Калинина из Харькова подробнее. Окружная дорога, выезд из Харькова. Константин с дочерью здесь впервые после того страшного дня. 10 сентября семья ехала крестить внучку. На обочине стояли жигули. В салоне люди в камуфляже. Машина перегородила проезжую часть, ее пришлось объезжать, рассказывает Константин. Того, что произошло дальше, никто не ожидал. Я понял, что она гонится за нами. То есть, дальше, перед пятихатками они уже начали стрелять. Два или три выстрела было из движущейся машины. То есть, они стреляли из движущейся машины. А на повороте в пятихатке они нас подрезали. Из машины выскочил боец с пистолетом. На переднем сидении сидела жена с внучкой, дочке сзади. И вот он вот так сделал два-три шага. Я по его виду понял, что ждать нечего. Надо уезжать. Бежать надо. Стал стрелять в машину. Этой пленкой заклеены следы от пуль в машине. Одна из них, пробив стекло, влетела в салон. Через подголовник и в голову жене. Вот это вот след от пули, которая попала маме в голову и отрекошетила сюда в патруль. Ольга держала на руках двухлетнюю внучку. Малышку прикрыла собой. Сама теперь инвалид второй группы, рассказывает ее дочь. Пуля раздробила часть черепа. То есть, где-то такого куска, наверное, черепа у нее нет. Пока мы еще ехали в больницу, она сказала, что у меня не работает рука. Солдаты, которые напали на семью, оказались бойцами Черниговского тербатальона. Они направлялись в зону АТО. Экспертиза показала, все пятеро были пьяны следствию нападения на семью. Они объяснили так. Они говорят, что мы проезжаем, и мы их показали факт и георгиевскую ленточку. Стекла затонированы. Даже если бы мы показывали, мы ничего не показывали, поехали дальше. То ничего не видно было бы. На этом нападающие не остановились. По версии следствия, у них была цель подобрать себе машину получше «Жигулей». Поэтому, когда на дороге в сторону Изюма они встретили гражданина Германии, на микроавтобусе выбросили его из автомобиля и поехали дальше уже на его машине. А после еще одно нападение. Зупинились на узбичи автошляху. Рядом прямовал автомобиль, который призупинился, считая, что им необходима какая-то помощь. Сейчас один из военнослужбовцев достал пистолет и огнепальную оружие и начал стрелять по автомобилю. Пока бойцы мчались в сторону Донецкой области, пострадавшие сообщили об их подвигах в милицию. Объявили план перехват. Поймали шальную пятерку на блокпосту в Изюме. Полгода следствия, и вот теперь дело в суде. Солдатам грозит до 10 лет тюрьмы, а стрелявший может получить и пожизненный срок. В среду первое заседание суда. Там мы услышим версию обвиняемых и их адвокатов. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Глава Укртранснафта Александр Лазорко на грани увольнения. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Зеркало недели». Все из-за непомерных растрат за хранение технологической нефти. Еще в мае компания поместила сырье на НПЗ, принадлежащее привату. А уже с начала года стоимость хранения госсырья там выросла вдвое. Теперь речь о 2,5 миллионах ежедневно гривен. Уволить Лазорко по данным издания хочет министр энергетики. Это спровоцировал настоящий скандал в группе «Приват». Ну и вот как все это комментируют эксперты. Они придумали просто повод в виде войны и под этим предлогом выкачали эту нефть якобы для ее сохранности. Кроме того, было предпринято на протяжении последнего года несколько попыток переработать эту нефть на весьма сомнительных условиях. То почему-то вот все действия господина Лазорко, они вот четко идут в русле интересов группы «Приват», выходцем которой он является. Если так пойдет и далее, то за год Украина заплатит почти 1 миллиард гривен за хранение этой нефти. Генпрокуратура еще в августе начала уголовное производство по факту выкачки нефти. Есть ли результаты этого расследования? Мы отправили запрос, ждем ответа. И также поинтересовались о судьбе главы Укртранснафты в Министерстве энергетики. Этот запрос пока тоже без ответа. Шахта Горская на грани остановки. Уголь есть, его некуда складировать. Почему правительству неинтересно отечественное сырье и во что все это может вылиться горникам, которые к тому же остались без госдотации? Александр Пантелеймонов из Луганской области. На угольном складе находится 36,8 тысяч горной массы, которая готова к отгрузке угля на ТЭЦ. Почти 40 тысяч тонн невостребованного угля. Такого на ее памяти за 30 лет работы на шахте Горская еще не было. Лариса Бондарь инженер. Говорит, добытое высокосортное сырье мокнет под дождем. И его просто уже некуда складировать. Ну это живые деньги лежат. Мы отгрузить их не можем. Из-за непоставки вагонов. Просто-напросто. Буквально еще дней пять и шахта станет. Город Горская, где находится шахта, практически граничит с территорией, оккупированной ДНР-овцами. Еще несколько недель назад уголь приходилось добывать прямо под обстрелами. А теперь горняки спрашивают. Получается, зря рисковали жизнью? Он вдвое по калорийности выше юарского угля. И мы не понимаем только одного шахтера. Почему поддерживают производителя из ЮАР, а не производителя своего? Эта шахта входит в состав госпредприятия Первомайск Уголь. Получается, государству свой же уголь не нужен. Вот эта неразбериха, к сожалению, которая сегодня есть в правительстве и министерстве в частности, она и не позволяет нормально наладить сбыт угля. Сегодня есть несколько шагов, в том числе в этом районе, который можно запустить в работу и получить дополнительное количество угля. Но этого не делается. Вместо этого покупается уголь за границей. Шахтеры тем временем остаются один на один со своими проблемами. Уголь не вывозят, а значит нет доходов, зарплату урезали, да еще и коммунальные тарифы взлетели. Единственное, восстановить разрушенные от обстрелов дома своим сотрудникам предприятие помогает. Попал здесь снаряд, разорвался. Один, значит, внизу снаряд, второй прям попал в крышу. Здесь 450 листов шифера на этот дом перекрыли. На самой шахте тоже есть разрушение от обстрелов. А учитывая, что и оборудование здесь давно обветшало, денег на все это нужно немало. Но ни одной копейки предприятие не получит. В 2015-м оно осталось без госдотаций. Если же производство станет, выжить здесь будет вообще невозможно, говорят местные жители. Больше никакой работы в этом районе нет. Александр Пантелеймонов, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер. Для наших бойцов готовят новую форму. Пока ее еще не шьют массово, образцы тестируют, ее примерил и президент. Что придумали волонтеры и как это оценил Петр Порошенко. Подробнее Елена Митясова. На президента волонтеры примеряют обновку. В такую форму вскоре облачат каждого украинского солдата. Натуральный лен, дышащая основа. Да и на 30% говорят, экипировка будет дешевле. Если она едет, дыхает, мягко, это абсолютно инший вражин. Очень спасибо. Дизайн камуфляжа создали сами волонтеры из волонтерского десанта. Они работают с Минобороной. Вот, говорят, добрались и до стандартов одежды. Мелочь, но вот некачественная липучка. Да, если она дешевая, некачественная. Она в инфокрасном аспекте бликует около 200 метров. Никаких сейчас требований к фурнитуре практически нет. По той форме, что закупается. А это очень важно. Но волонтеры, президенты жалуются на еду. Продукты военным поставляют всего 4 компании. Закупают все самое дешевое. Вместо мяса консервы, вместо гречки ячка. Да что говорить, в батальонах нет даже поваров. Сейчас повар это назначенный мальчик, который хорошо умеет чистить картошку. И у кого мальчик хорошо готовит, тем повезло. И предлагают сразу решение проблемы. Внести изменения в законы, работать прозрачно и открыто. Разобрались и с проблемой жилья для военных. Петр Порошенко предлагает привлечь средства иностранных государств под госгарантию. В очереди на квадратные метры сейчас 41 тысяча военнослужащих. В прошлом году квартиры получили всего 700 человек. Мы должны решить это вопрос за больше активной участию в банке. Но мы должны четко разделить. Людина может получать или деньги, он знает когда, или квартиру, в кредит. Но если ты прослужил 25-30 лет, ты фактически получаешь бесплатно, сколько тебе этот кредит будет списан. Волонтерам президент сообщил еще одну приятную новость. На следующей неделе в Украину прилетят первые 30 бронированных «Хаммеров». Намерен Порошенко подписать сегодня указ и о формировании мобилизационного резерва, чтобы в случае нарушения перемирия дать агрессору отпор. Елена Митясова, Игорь Сули, подробности, телеканал «Интер». Носки, маскировочные сетки, пироги, техника, а теперь еще бронированные машины скорой помощи. Цены растут, волонтеры действуют. Кто они, где берут деньги и почему не намерены останавливаться? Станислав Кухарчук подробнее. Вот так, под ливнем пули осколков на передовой вынуждены работать медики. Бронированных медицинских автомобилей практически нет. Военные используют гражданский транспорт. А такие скорые на войне долго не живут. Больше мозги содержат, а так уже все готово. Этот старенький УАЗик за три недели превратился в легко бронированный санитарный автомобиль. Черкасские умельцы установили более мощный двигатель, обшили броней все уязвимые части. Это же войны, куда смотреться. Тут можно и прыгнуться. А если пуля на вылет, там прыгнайся, не прыгнайся, тут уже ничего не сделается. Восстановить и одеть в броню УАЗик придумал техдиректор одного из частных предприятий. Коллектив поддержал и занялся автомобилем в свободное от работы время. Сложнее всего было подобрать правильную броню. Слишком тяжелую машина не потянет. Прежде чем установить защиту, металл пристреляли. Эта столяка простреливается из 22 метров насквозь. Если рикошет с 15 сантиметров от земли, то осколками не пробивает. Восстанавливали машину за свои средства. Частично помогли и соседи по производству. Ласточка. Так ребята назвали скорую. Через неделю будет готова ехать на Донбасс. На очереди еще один УАЗик. Только скажу, что на АТО процентов 80-90. И деньги дают, и запчасти, и цены скидают. Ну тут тоже собачки пока не имеют ничего. Тут единственное, что есть пристрои для носилок. Но и руки. Очи боятся, а руки громче. В какое подразделение передадут Ласточку, ребята пока не определились. И ждут заявок от военных. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Кредитка Тома Хэнкса. Кто ее нашел и смог ничего не потратить? Главный неудачник США и министр обороны Польши, который перепутал микрофон с лампочкой. Об этом и не только в нашем обзоре. В комическую ситуацию попал министр обороны Польши. Во время своего выступления на встрече с военно-начальниками страны Томаш Симонек перепутал микрофон с обычной лампочкой. В итоге политик несколько секунд говорил в лампу, которая светила министру, прямо в лицо. Конечно, в это время Симоника никто не слышал. Это видео в сети уже посмотрели почти 300 тысяч человек. В голливудской звезде Тому Хэнксу вернули кредитную карточку. Актер потерял ее в многомиллионном Нью-Йорке. Нашел карту один из жителей мегаполиса по имени Тони. Хэнкс сообщил об этом в Твиттере. Актер написал, мол, спасибо Тони, ты делаешь этот город еще более великим. При каких обстоятельствах кредитка пропала и сколько на ней было денег, Хэнкс не уточнил. В США, похоже, определили главного неудачника страны. Житель Калифорнии потерял свой лотерейный билет, по которому выиграл миллион долларов. Розыгрыш состоялся в сентябре прошлого года, и вот теперь истек шестимесячный срок, когда победитель мог забрать деньги. Организаторы лотереи уже распространили видео момента покупки счастливого билета в одном из супермаркетов пригорода Лос-Анджелеса. В итоге мужчина все-таки сообщил о себе, но получить миллион без билета он точно не сможет. Норвежец Кент Карлсон продает дом всего за одну крону. Это 12 американских центов. Недвижимость находится на полярном круге, здание заброшено, и с 1970 года там никто не живет. Прилагается также клочок земли с песчаным пляжем и без единого соседа в округе. Архипелаг, где построен дом, необитаемый. Карлсон отдает недвижимость в надежные руки при одном условии, что покупатель отремонтирует здание. Объявление о продаже мужчина уже разместил на нескольких сайтах. Пересечь Соединенные Штаты пешком намерена 68-летняя британка Рози Свейл Поуп. Женщина стартовала в Нью-Йорке и планирует финишировать в Сан-Франциско к концу года. За это время Поуп преодолеет 5500 километров. Свой марафон пенсионерка посвятила мужу, с которым прожила больше 20 лет. Он умер от рака. Поуп самая знаменитая возрастная путешественница. Она уже побывала в песках Сахары, в альдах Исландии, в высокогорном Непале, Косово и на Кубе. Британцы подбивают доходы от Дня Красного Носа. На эту акцию жертвуют без преувеличения все. На что и сколько собрали в этот раз, подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. Беспроцентный, безвозмездный миллиардный кредит от населения. Именно такую сумму собрали организаторы благотворительной акции День Красного Носа. Конечно, не за один день, за 30 лет существования, но все же сумма впечатляет. Один миллиард сорок семь миллионов восемьдесят три тысячи и семьсот шесть фунтов стерлингов. Только в этом году семьдесят восемь миллионов. Звезды и простые граждане, королевские особые спортсмены, актеры, телеведущие, абсолютно все вносят свой вклад в общее дело. Я надену красный нос, а я надену три. Мы все наденем красные носы. А я испеку торты и буду их продавать. А я стану архиепископом кентерберийским. Именно комики первыми основали этот день. Решили показывать смешные сценки, привлекая внимание общественности. Идея понравилась, разрослась до государственных масштабов, и теперь знаменитые актеры соревнуются в оригинальности. У нас немножко дождливо, а кое-где даже снег идет. И вот на севере страны снег. Этот телеведущий танцевал 24 часа подряд, призывая зрителей присылать смс-ки и жертвовать в пользу обездоленных африканских детей. Триумфатор Грэмми 2015 Сэм Смит записал песни. Ученый Стивен Хокинг снялся в короткометражке. Актер Дэвид Уильямс попытался установить рекорд Гиннесса по поцелуям. Три, два, один. Пошли. Секрет этой акции в том, что благодетели точно знают, куда идут их средства. Не на гонорары организаторам, а на прямую нуждающимся людям. В основном в Африке, но и в самой Великобритании помогают бездомным и больным. Самый простой способ сделать это – купить в ближайшем продуктовом супермаркете сувенирную продукцию с изображением Дня Красного Носа. Пара фунтов для одного человека не деньги, но вместе это очень мощная движущая сила. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Наш эфир подходит к концу, а мои коллеги из подробностей недели в эти минуты готовят итоговый выпуск. И вот о чем они расскажут завтра. Не пропустите, только в подробностях недели. Кража века, чей Крым? Из Киева до Новоалексеевки, потом на перекладных, я еду в иннексированный Крым. Год под чужим флагом, хотят ли крымчане обратно? ЖКХ, живите как хотите. Чому били пенсионеры, вчители, повинні покривати дефицит бюджету? Тариф неподъемный, больше чем пенсия, совсем скоро. А где наши олигархи? Бизнес на жалости. Вот я работаю уже чуть больше часа за это время, я заработал, что-то около 100 гривен. Кому реально идут деньги, которые мы жертвуем волонтерам? Три десятка лет отчуждения, теперь здесь будет город-сад. Вот это часть секретного военного объекта СССР, Чернобыль-2, эксклюзив подробностей недели. Все, чем запомнится эта неделя, и даже то, что случится на следующей, в подробностях недели. Ровно в 8 вечера, в воскресенье. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей.ua. Я с вами прощаюсь, хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин